Наши дорогие гости, наши собратья по Перу из Таджикистана, Кыргызстана сказали теплые слова в адрес нашего университета, нашей республики, поделились воспоминаниями. А ведь в действительности, если сегодня наши отношения с Российской Федерацией, с Казахстаном, с Белоруссией, креплю из-за дня в день, это очевидно. Вот стандарты нашего научно-образовательного и культурного сотрудничества, скажем, с Казахстаном, на сегодняшний день уже произошли те рубежи, те стандарты, которые были в советское время. Потому что мы, например, издали именно этот университет, Ереванский государственный университет, сотрудничестве с посольством Казахстана в Армении, издали трилогию казахской классической литературы. Мы ежедневно провели в президиуме Академии наук прекраснейший, я считаю, юбилей Федора Михайловича Достоевского. Это очень важно сегодня говорить об этом, когда в Европе идут гонения на величайшего прозаика мира по существу. И самого близкого по духу нам идеолога и писателя. Мы провели вот эту конференцию к юбилею Достоевского в Академии наук, но, к сожалению, с нашими таджикскими и киргизскими коллегами мы в основном встречаемся на третьих площадках. А ведь ситуация была совершенно иная в советское время. Я вспомнил, что я стажировку, я востоковец студент, проходил в Ушамбинском университете. Целый месяц мы там проходили обучение. Я помню, что произведение величайшего писателя тюрка-мусульманского мира и востока. Ну, второе, нет, второе, это мы напечатали на армянском языке. Чингиза Айтматова. Чингиза Айтматова мы печатали в Армении сто тысяч тиражов. Как он мог двуязычный писать? Он писал и на русском, и на киргизском языках. И как только появлялось какое-то произведение Чингиза Айтматова, тот же выходил в перевод на армянском языке. И тиражи были 50 тысяч экземпляров, 100 тысяч экземпляров, а сегодня вот он был наш, кстати, в себя земля. Это фактически вот дорогие гости, господин Риза Айон и господин Басалей. Вы фактически вот действительно послы своей культурой, нашей вот творческой интеллигенции, наших собратьев по-перу из Кыргызстана и Таджикистана, которые вот за 30 лет фактически посетили этот университет. Я вот, будучи все эти 30 лет, почти 30 лет, больше четверти века заведую кафедрой тюркологии, вот я не вспомню приезд гостей именно в наш университет, к сожалению, из Таджикистана и Кыргызстана. Поэтому вот именно начинание факультета международных отношений я считаю очень-очень знаменательным для истории нашего университета. И очень надеюсь, что те связи, которые у нас есть, научно-образовательные, культурные, с Россией и с Казахстана, на Востоке это говорят Марджао и Тракли, образец для подражания, да? И также вот восстановим мы с другими нашими союзными странами, Кыргызстаном и Таджикистаном. Как обычно, вот завершая свои комментарии на Евразийском экспертном клубе, я сейчас понимаю, что у нас совершенно другой уровень под созданием центра при факультете международных отношений, потому что многократно возрастает импакт-фактор, индекс цитируемости, продуктивность наших конференций. Все же я хочу завершить эти слова четверостижим великого русского поэта, великого друга русского и казахского народа, переводчика Абая, фронтовика, сегодня говорилось о нашей общей победе в Великой Отечественной войне, Михаила Александровича Дудина. Растут среди былой родни, Противоречий надо бы, А нам в смурные эти дни Стоять поближе надо бы. Спасибо.